Кто это монтировал? Всем привет, с вами Костян, мы по-прежнему во Вьетнаме. Здесь я снимал уже обзор на такой ресторанчик, где сам себе готовишь. То есть говядинка, свининка, бекон, все прочее, может даже морепродукты, которые ты просто нагрильчик себе рядышком, который посреди стола, пш-пш, и готово. Я и подумал, а что бы не сделать такое у себя дома? Благо гриль есть, переносной, рядышком со столом можно все прекрасно это делать. Следовательно, сегодня поиспытываем разные маринады для того, чтобы самому себе быстренько готовить. Чем мне, в принципе, нравится такой подход, когда ты быстренько для себя что-то готовишь? Дело в том, что мясо нарезано очень-очень тонкими ломтиками, а следовательно, мариноваться ему нужно до буквально пары минут, если вообще нужно. Можно просто окунул в маринад и тут же кидаешь на гриль, а следовательно, открыты совершенно огромные возможности для того, чтобы поэкспериментировать с маринадами. Поэтому сегодня, сгоняя в магазинчик, я прикупил практически все специи, которые там увидел, в том числе и некоторые даже смеси готовые, потому что это очень просто. И выбрать можно моментально за один присест, как говорится, тот самый любимый, а то и несколько, который тебе нравится. Понабрал я сегодня достаточно стандартных вещей, но есть и необычный соевый соус, сушеный чеснок, соус с маракуи, довольно интересно будет попробовать. Здесь насыпка из лемонграсса и соли, это куркума для цвета возьмем, а это смесь водорослей с кунжутом, вот это тоже будет необычно. Из обычного, конечно же, самодельный наш рыбный соус и кетчуп. Пройдясь по составу, я обнаружил следующее отличие. Корейское барбекю, здесь основной ингредиент это ананас, кисло-сладкий соус тоже в корейском стиле для ребрышек, здесь основной ингредиент это имбирь, ну а в этом кунжут, то есть, соответственно, остальные ингредиенты, они, в общем-то, примерно все одинаковые. Лучок обычный, лучок шалот, чеснок жареный, чеснок свежий. Так что вот и посмотрим, какие основные ингредиенты нам зайдут сегодня получше. Перед тем, как намешивать соусы, раскочегарим угольки, ну потому что им все-таки здесь это самый долгий процесс из того, что у нас предстоит делать, потому что говядинка будет готовиться, я не знаю, за 5 секунд. Нет, это слишком большие. Тут вообще, знаете, есть такие огромные ковалки, которые работают на полтора года после, потому что у меня остается угля каждый раз, знаете, так что добавил еще несколько и нормально. Углей действительно много. Что ж, запалим и пускай потихоньку. Ну и пока команда Джо раскочегаривается, начнем, так сказать, диджействовать. У нас куча вариантов того, что можно приготовить. Я хочу приготовить для начала свой стандартный обычный соус, который всегда зайдет. Это беспроигрышный вариант. А во-вторых, это единственный соус, которому нужно вообще настаиваться. Поэтому он будет состоять из чесночка. И тут бояться не нужно, что он погорит. Дело в том, что говядину мы нарежем настолько тонко, что обжариваться она будет буквально минуту, даже чеснок не успеет при этом погореть. Следом добавляем масло. Само собой кетчуп. Соевый. Ну и на любителя рыбный соус. Как всегда не устаю повторять, рыбный соус это очень сильно на любителя. Хотите добавляйте, хотите нет. И то же самое касается сахара, потому что сюда сахар обычно не кладется. Но местные тенденции заставляют меня делать и рыбный соус, и сахар. Хорошенечко перемешиваем соус, чтобы масло не на поверхности плавало, а разошлось. Оно будет маленькими вкраплениями, но займет 2-3 минутки. Вот, в общем-то, у меня уже и готово. Все, этот соус пускай настаивается. А мы займемся тем, что попробуем все подряд вот эти соусы, потому что они уже готовы, им настаиваться не надо. Окунул мясо, и вперед. Нарежем порционные куски говядины. В данном случае какая часть будет, не важно. Но если вы особо-то богатые, возьмите, конечно, филе миньон. У меня здесь обычная лопатка. Она найдется в любом магазине и будет, в общем-то, довольно дешево. Главное, это нарезать очень тонко и поперек волокон. Поэтому я специально такие кусочки и взял. Здесь немножко можно подзачистить. Так. Это нам не надо, это собачкам пойдет. В прошлом видео кто-то ругался, типа, чувак, ты собачек не покормил. Вот, смотрите, смотрите, вот, смотрите. Я их буду кормить. Все в порядке. И тоненько-тоненько, максимум, насколько позволяет острота вашего ножа, вот такие вот прозрачные, можно сказать, полосочки нарезаем. Ножечек я, конечно, сегодня подточил, само собой. Лучше всего к этому делу подойдет, кстати, может быть, даже острый филейник, чтобы, знаете, в одно движение вот так вот хоп и отрезать. Потому что вот это толстовато уже. Вот это вот толстовато в одно движение. Вот, видите, буквально 7 миллиметров уже толсто. Уже так быстро не прожарится, а, следовательно, знаете, может быть, что-то и погорит. По крайней мере, с нашим соусом. Поэтому нужно очень тоненько, очень тоненько. Да, возьмем сверху самого, да, это тот самый барбекю корейский стиль, который с ананасом. Ну что же, вывалим. О, даже остроты немножко, сладкий. Насчет ананаса пока не уверен, но это, кстати, очень вкусно. И, мне кажется, очень похоже на то, что мы сейчас приготовили. Чеснока только не так много. Ну что ж, давайте пробовать. Ветерок разгулялся вообще нормально, кстати. Вы заметили, да, что я петличку поменял на волосатую кошечку. Что ж, выкладываем. И это очень-очень быстро будет готовиться, потому что угольки-то раскочегарились как надо. Дело в том, что здесь, в данном случае, нужно как можно более сильный жар. Мне почему-то кажется, что я даже с углями, знаете, как обычно, постеснялся и поставил не так много. Поэтому можно здесь смело фигачить такое количество углей, чтобы просто вот прям был жар-жар. И вот, смотрите, первый эксперимент, как говорится, когда я запихнул уже жариться говядинку, оказался неудачным. Дело в том, что недостаточно жара. Мне хочется, чтобы это было именно как в ресторанчике, чтобы ты кинул и буквально пшш-пшш. То есть по 30 секунд с каждой стороны не больше. Для этого варианта нужно намного больше углей. Что я сейчас и сделаю, благо остальные уже раскочегарены ого-го как, поэтому эти займутся в 5 секундочек. Буквально накидаю так, чтобы до поверхности жарящейся оставалось буквально там сантиметров 10, вот знаете, не больше. Нормально. Сейчас быстренько раскочегарится. Новые угольки замечательно раскочегарились. О, вот теперь 2 секундочки, когда держишь, уже достаточно вполне себе. О, и другое шкварчание, сразу слышно. Потому что хочется вот эту тоненькую говядинку как раз-таки приготовить в течение 30 буквально секунд. Отлично. Так, ну по 30 секунд не получается, а вот по минутке уже получается вот что-то такое. Отлично. Я считаю, что это уже, считай, готово, потому что с обратной стороны прожариваться уже не нужно, только чтобы подрумянилось. Это уже, в общем-то, готовая говядина. Уходит где-то, получается, полторы минуты тогда. Пересушивать я не хочу ни в коем случае, поэтому пускайте-ка говядинка все-таки останется слегка такая, знаете, сочная. Давайте попробуем. Вкуснем. Ну, конечно, она полностью готова. Здесь разговоров нет, даже можно меньше держать. Серьезно, я перестраховался с первой. Тем более, что это говядина, но зря я перестраховывался. Очень, кстати, сладко. И очень остро. Острота, при том, что интересно, видимо, это какой-то благородный перец, потому что, знаете, дешевый перец, вот который просто красный чили навален, он моментально жжется, а этот слегка позже. Хотя, может быть, это компенсируется другими ингредиентами. Это действительно корейское барбекю. Вполне себе имеет право на жизнь. Неплохое. Ананас, я бы не сказал, что он прям сильно чувствуется, но где-то, может быть, вдалеке ананас, конечно, чувствуется. Не уверен, что прямо вот ярко выраженный он. Сейчас жене, кстати, дам попробовать. Она говорит, нет, ананаса тоже не чувствует особо. Неплохое барбекю, но, знаете, такое обычное. Вот прям обычное. Поехали далее. Следующим у нас пойдет имбирное барбекю. Вываливаем. О, аромат, кстати, здесь прилично другой. Что внушает некоторые надежды. Но посмотрим. Сейчас заценим, что это за имбирный соусец. Мне кажется, почему-то, что они будут примерно все в одну, не знаю, корзину. То есть, мало-мальски, может быть, что-то будет отличаться. Давайте пару штучек приготовим. Ну и что же, пометуя прошлую остроту, здесь я хочу добавить поменьше. Потому что то же самое корейское, а я теперь очевидно понимаю, что, да, корейцы не скудятся и не скупятся на то, чтобы давать очень хорошее количество перцев. И с этой стороны тоже. Поехали на гриль. Сразу же шкварчит. Вот теперь с угольками все в порядке. Вот так вот. Вот теперь это да. Минутки в общей степени даже хватит. Так, отлично, переворачиваем. Вот, это уже другой эффект. То, что надо. О, горячо даже не удержать. Господи, щипцы. Отлично, отлично. Сочно, но уже зажарится. Ну и отлично. Не будем додерживать до сухомятки. Так, снимаем. Чуть-чуть получше должно быть. Хотя вот это, честно говоря, уже прям джерк такой, знаете, зажаристый. Вот как раз этот зажаристый попробую. Имбирь сразу чувствуется. И даже по аромату. Вот эта штука намного лучше. Не такая острая. Имбирь намного более ярко выражен. Там ананаса вообще не было. Я не понимаю, зачем писать ананас, когда его, если где-то угадывается, то он, не знаю, за границей где-то. Серьезно, очень далеко. И здесь чувствуется имбирь не такое острое. То есть практически все могут это пробовать. И это реально вкуснее. Серьезно, вот эта штука. Угу. Да, это неплохо. Следовательно, чеснок, лук, имбирь, соевый. Ну да, и еще, очевидно, томатная паста. Маслица тоже там присутствует, очевидно. В общем-то, этого вполне уже себе достаточно. Очень неплохо. Угу. Кайф. Поднарежем следующее количество говядинки для того, чтобы попробовать следующие соусы. Я смотрю, что здесь все-таки хоть и одни и те же самые отрезаны. Вот, например, здесь попадается такая жилка внутри. Но я не думаю, что это страшно. Я думаю, что лучше все-таки для этого дела брать чуть-чуть более жирную говядину. Вот почему-то мне так кажется. Вы знаете, шкворчать, что называется, будет лучше. Отлично. Возьмем несколько штучек, точно таких же прозрачных, и используем... Господи, да открывайтесь вы, кстати. Какие-то открываются легко, какие-то вот прям мучаешься. То есть приходится вот разрезать. Но не работает у них вот эта вот, не знаю, штучка, которая должна вот легко отрываться. Ну вот смотрите, вот что это не работает. Хорошо. Пробуем. Да, мой вьетнамский оставляет желать лучшего. Дело в том, что в начале видео вроде как я сказал, что это с кунжутом должна быть приправа. Но нет. Сейчас жена посмотрела, такая говорит, чувак, какой нахрен кунжут? Там устричный соус. Соответственно, да. Пройдемся, получается, по классике, по устричному соусу. Мажу смело довольно много, потому что здесь остроты не должно быть. Давайте-ка заценим. С устричным, я думаю, что все могут себе намесить, потому что у нас его благо продается. Точно так же выкладываем. Нет, вниз не хочу, вот так хочу. Мне кажется, с устричным должно быть как раз, знаете, по-нашенски, по самому привычному. Потому что с устричным у нас, в общем-то, много людей уже готовят, даже привыкли к нему. Так что это никому здесь не удивишь. Я думал, что это будет с кунжутом. Кунжут у нас почему-то, кстати, не такой большой популярностью пользуется. Особенно, знаете, черное масло с кунжутом. Оно очень сильный и мощный аромат имеет. Оно неплохое. И классно заходит, знаете, в небольших количествах. Буквально две капельки на вот такую плошечку соуса. Это будет нормально. Ну и что же, дожидаемся. Буквально осталось одна минута до того, чтобы попробовать это с устричным соусом. И у нас, кстати, еще там парочка вайментов есть очень интересных. Меня особенно интелегует маракуйя. Отлично. Устричные тоже готовы. Кстати, да, аромат все-таки меняется. Заметно меняется. А вот маленький-маленький. Можно даже было поменьше держать. Ну, они симпатичные, симпатичные кусочки. Устричный. На удивление, он слегка отличается от прям вот обычного нашего устричного. Здесь везде, конечно же, главной нотой идет практически томат. Ну, то есть во всех этих соусах. Этот не острый, в меру сладкий. И действительно, устричный в нем превалирует. Это сложно объяснить вкус устричного. Если вы пробовали, вы его знаете. Это хороший вкус. Мне вот это мясо нравится точно так же, как и имбирное. Да, пожалуй, первое самое, но такое менее выгодное. Эти вкусные. А это значит, что главный ингредиент вы задаете сами. А основа везде одинаковая. Она будет огонь. А это соевый, это томаты, это соль и, может быть, чуть-чуть сахара. Как вы хотите. Мне здесь сахар заходит. Это прям нормально. Отлично. Ну, что ж, наш соус мой родной, как говорится, мой любимый настоялся. Давайте-ка его попробуем. И попользуем мой родимый, любимый соус. Как видите, масло на поверхности не отстоялось, что называется. То есть оно по-прежнему перемешано внутри соуса. Это, кстати, к вопросу о том, что если масляный соус, там, с кетчупом и так далее, что это будет прям отдельно масло-масло, отдельно весь соус. Нет. Как видите, все в порядке. Кусочки тоненькие, кое-где по жилке они разваливаются. Но это не страшно. Мы их соединим вместе. И выкладываем. Отлично. Мне, кстати, кажется, что при наличии большего количества масла, чем в остальных соусах, здесь будет все как-то, знаете, скворчать побыстрее даже. Ну да, похоже, так и есть. Да, вот здесь прямо на глазах видно, проходит 15-20 секунд, и все, вот они скукоживаются. То есть с маслом, блин, нормально вообще. Очень хорошо. Жара-то та же самая. Даже, может, поменьше стало. А жарится намного быстрее. А-а-а, вот это зажаристость, то, что нужно. Вообще огонь. Заценим самодельное. Это настолько мне привычный вкус. Я готов эту говядину есть вечно. Отлично. Это ровно то же самое, что вот мы пробовали сейчас корейские виды. Отличие только в том, что здесь вы сами балансите. Сахаристость, количество чеснока и остальное. Это отличный соус. И он ничем не уступает. А по мне так даже, честно говоря, превосходит. То, с чем мы готовили предыдущие дубли. То есть, это нормальная штука. Как я и говорил, это беспроигрышный вариант. Серьезно. Это отличная тема. Особенно тем, что ты балансишь сам. И сахаристость, и прочее. Здесь корейские вот эти варианты. Тебя заставили вот кушать так, и все. Здесь ты можешь даже по ходу дела отбалансить. Это все большим количеством чеснока, меньшим количеством сахара и так далее. Этот вариант, который я вам рассказал, не устану повторять. Это мой любимый, и он беспроигрышный. Ну, а нам осталось попробовать, пожалуй, самая необычная. Это фруктовая штука. Ананаса там не было в предыдущем. Я помню, что это были фрукты. Ананаса там не было. А вот с маракуйей сейчас хочется попробовать. Что это такое будет? Да, вот я сейчас намазывал. Аромат от маракуйи действительно присутствует. Ну что ж, давайте поставим это на гриль. В 38-й раз выкладываем сегодня. Мне почему-то показалось, что с краешку пожаривается лучше, поэтому я туда их бросаю. А вот интересно, кстати, одинаковое время, но либо угольки подсадились уже, либо маракуйя не такая ядреная, что называется, не такая масляная. Масляная. Скорее всего, не такая масляная. Ну, ничего, подождем подольше. Попробуем то, на что я возлагаю большие надежды. Ну нет, ну нет. Маракуйя один из моих, не один из моих, а самый любимый фрукт. Его здесь нет. Это какая-то непонятная, честно говоря, субстанция. Она отдает слегка клейстерам, если честно. Вот прям вот ей богу. Нет, этот соус не берите. Ну нет, ну что это такое? Под конец видео я такой, знаете, непозитивный. Нет, это не ружье Бондарчука. Сделаем позитивчик под конец. Вот это всегда зайдет. Я в этом прям просто уверен. Берем всю пачку. И да, с моим любимым соусом. Вот так. Субтитры подогнал «Симон» Ветер прям идет в профиль, но я надеюсь, кошка справляется. Давайте-ка перевернем парочку из них. Да, потому что посередине жар, очевидно, более мощный. Да. Ну а с этого края, да, еще не готово. Можно слегка оставить. Ну и что же? Доходят они, конечно же, в разной степени. И с разной скоростью. А вот эти скоро будут готовы. Ну да, перемешанные угольки дают о себе знать. Все жарится довольно быстро. Ну и отлично поджаристый свежий бекончик. Да, это то, что нужно. Этим я хочу завершать видос. Да, вот именно этим. Это отлично. Бекошка с моим любимым соусом. Да, беспрощенный вариант. Вопросов нет. Вы знаете, к какому выводу я в конце концов пришел, попробовал всю эту кучу соусов, которые уже были готовые до нас, которые мы сами приготовили. Нормальные есть соуса. Допустим, с имбирем неплохо. С ананасом, да не берите такое. Это вообще не пойми что. А чем более редкий соус, допустим, с маракуйей, это вообще не пойми что, что они напихали. Там никакой не маракуйя, ничего там, какой-то вообще неизвестный порошок. Мне понравилось больше всего то, что мы сами приготовили. В основном, это за счет того, что, во-первых, ты выбираешь те ингредиенты, которые тебе нравятся, а не те, которые тебе уже заранее напихали. Поэтому ты можешь балансить каждые пять секундочек то, что тебе нравится больше добавить, то, что ты можешь меньше добавить. Следовательно, ты сам хозяин того соуса, который ты сделал. Это отлично. Тонко нарезанная говядина, это, в принципе, то, что нужно. Ты хозяин буквально своего желания. Ты обжарил это по минутке, ты обжарил чуть дольше. В зависимости от того, какую прожарку ты хочешь. Ты можешь вообще кинуть на пять секунд и блюр кушать. То есть, это нормально. И вы знаете, мне пришла в голову мысль, как мы можем, собственно, у себя на столе делать такую же штуку. Вы знаете, вот те самые одноразовые мангалы, которые ты, если выезжаешь на шашлыки, ты его купил за 200 рублей, и после этого он непригоден. Так вот, намного более его лучшее использование, это когда ты на столе его поставил, только решеточку сверху придется какую-то купить. И вот там вот так вот жаришь говядинку. Мне это очень понравилось. А бекончик мне понравился еще больше. Так что дерзайте. Соуса выбирайте на собственный вкус. Но ни в коем случае не рекомендую выбирать соуса с необычными фруктовыми какими-то вкусами. Классика лучше всего заходит. Ну, а с вами был Константин для подписчиков Костян. Всем пока. Ну, а бекончик мой любимый. Да, вот это тема. Костян, здорово. О, Гриня подъехал. Мимо, беконная рука. Нормально, беконная рука, это нормально. Слушай, у меня бекон лучше всего получился. Вот я считаю, лучше всего получился. Бекон и говядинка, да, я смотрю, вот еще. И говядинка тоже есть. А я, видишь, как мимо проезжал, дай, думаю, зайду. Так приятно, когда у тебя сосед-повар. Не знаю я это. Это замечательно. И он слышит запах такой. Почти каждый день, да-да-да. Можно прям приезжать и наслаждаться. И сейчас как раз вовремя под закат угадал. А мы сейчас сядем вокруг стола, и вот этот вот маленький Каладо Джо, мини он называется, он будет стоять, и мы все на него кидаем, сами себе готовим рядышком. Спасибо, Гриня. Спасибо, Гриня. Тридцать восьмой дубль, часть вторая. Какую свинью там режут? А там свинью режут, она говорит, да. Окей. Это ветер меня сегодня убьет. Я пинаю жену, знаете, такой показываю, типа на меня, на меня камеру переводи, потому что я про кунжутный соус рассказываю. А ну нет, она мясо снимает, согласен, мясо намного лучше и красивее меня выглядит.